Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пико Александр Шунин. И к нам присоединяется соучредитель платформы сравнения финансов Altero.lv. Артур Костин. Здравствуйте. Доброе утро, Артур. Доброе утро. Здравствуйте. Да, мы в прошлый раз, когда начинали разговор, как-то остановились на самом интересном месте. Все-таки, что же делать людям ждать, выжидать или пытаться осуществлять свои планы именно сейчас, несмотря на то, что есть определенные опасения по поводу осени, что будет осенью, вырастут ли цены, вырастут ли еще цены на энергоносители, какой будет политическая обстановка. То есть, много каких-то таких непредсказуемых факторов вступает. Но, тем не менее, вот если люди собираются приобретать жилье, автомобили, делать какие-то крупные покупки, может быть, вот как по вашему опыту, насколько они сейчас готовы делать или они будут выжидать все-таки лучших времен? Ну, на данный момент мы видим то, что заявки на кредит Волтеро конкретно растут, что отрасль кредитования тоже растет, интерес к кредитам разного вида тоже растет. То есть, это ипотечные кредиты, рефинансирование, автокредиты, просто потребительский кредит. То есть, у нас, в принципе, у Волтеро во всех трех странах Балтии спрос на кредиты растет, также и выдача растет. То есть, у нас на днях, буквально в понедельник, вчера, вчера был понедельник, боже мой, вчера мы беседовали с руководителем отдела энергетических решений компании «Энефит», обсуждали солнечные панели, их распространенность, их распространяемость. И вот наш гость Андрей Камбецов сказал, что да, растет интерес, и все больше и больше и фирм предоставляют эти панели, и все больше владельцев частных домов, их приобретают на вашей платформе, зарегистрированы, известно ли вам, и как в Латвии, так и в других балтийских странах, берут ли кредит на установку солнечных панелей, опять же, в ожидании вот этих бешеных, драконовских, можно сказать, счетов за электричество? Да, конечно, берут, люди говорят и по телефону, и оставляют заявку, то, что их цель именно взять кредит на панели. В основном эта сумма, она около 10 тысяч евро, то, что они берут на панели. Ну, то есть они посчитали то, что им дешевле взять кредит и платить, или не платить за электричество вообще, или платить намного меньше. То есть они лучше эти деньги, которые они платят за электричество, сегодня отправят в кредитный платеж, вместо того, чтобы платить просто за электричество. Потому что за электричество ты платишь как бы, ну, никуда, а в кредит в этом случае ты платишь за панель, которая уже тебе принадлежит. То есть ты ее выплачиваешь. Насколько эта практика может стать более широкой? Потому что, с одной стороны, это и зеленое движение, это, в принципе, может получить поддержку и фондов Евросоюза, может быть, какое-то софинансирование здесь может оказаться. То есть насколько это будет поддерживаться на государственном уровне и становиться таким популярным вложением? На сегодняшний день, насколько я помню, я просто не из этой отрасли, но было около 4 или 4,5 тысяч максимальное софинансирование от государства. Там в зависимости от объема панелей, которые ты ставишь на крыше. То есть если ставишь довольно большой объем, то максимально это 4,5 тысячи. Которые отбиваются, как мы вчера выяснили, в течение примерно 8 лет. Ну, то есть, в принципе, это не такая большая сумма? Нет, это... Видите, мне просто... Я так думаю, что они отбиваются в течение 8 лет по сегодняшней цене электроэнергии. Если мы посмотрим, какая будет инфляция на эту же электроэнергию, скорее всего, то, возможно, это количество лет станет намного меньше. То есть гораздо более выгоднее будет? Ну, я думаю, что в реальности это может быть 3-4 года, потому что если электроэнергия за это время вырастет дважды, а то и в трижды, то, соответственно, количество лет уменьшится. Ну, и то есть через 4 года человек будет просто в профите получать энергию дармовую от солнца? Ну, там мы уже посмотрим, как это дальше будет выглядеть, потому что там, возможно, будут какие-то платы от компаний, которые этим занимаются за то, что они эту электроэнергию отправляют в сеть, потом за то, что они ее держат, которая дает обратно. Там разные тарифы могут быть, там, опять-таки же, есть место, где компаниям заработать, но пока что, не знаю, мы это посмотрим. Продолжая тему электрического, опять же, растет стоимость и горючего тоже, фасильного топлива имеется в виду. Известно ли, что берут больше электромобилей в рассрочку? Ну, кредиты на приобретение электромобилей? Ну, вы знаете, пока что еще это не так, не так очень сильно актуально, по крайней мере, у нас в платформе. Мы видим, что они иногда есть, но это там буквально 1-5 заявок в месяц, кто именно хочет электромобилей. А вообще, вот, если говорить о автокредитах, насколько здесь люди предпочитают дизельное топливо, гибриды? Есть ли какая-то статистика вот поэтому, то есть, если куда-то меняется ли предпочтение? У нас есть статистика по маркам на данный момент. Мы вот по топливу не собираем информацию, но собираем по маркам. Там марки, это в основном Volkswagen, Toyota, Hyundai, Audi. Такие марки. То есть, простые, народные, всем принятые марки. Что можно посоветовать людям, которые вот сейчас, может быть, не решаются, выжидают брать кредиты? Насколько может измениться ситуация? Вот что лучше выждать сейчас? Или все-таки успеть, наоборот, может быть, сейчас самое лучшее время перед тем, как ситуация начнет ухудшаться, начиная с осени? Ну да, но вы видите, с этим выжиданием, особенно в плане, если мы говорим про кредит на недвижимость, недвижимость как таковую, когда нужно делать большое решение, принимать и покупать что-то большое, то есть, мне кажется, просто разные типы людей. Вот мне одна знакомая звонила пять лет назад, спрашивала, Артур, может быть, мне подождать или покупать? И потом через два года звонила и сейчас тоже звонит. То есть она вот в ожиданиях уже, насколько я знаю, только пять лет, и может быть, и больше. Ну вот, и я думаю, что покупать нужно тогда, когда тебе этот товар нужен, что не нужно очень сильно гнаться за тенденциям экономики. Но если подходить к этому вопросу как бы разумно и поразмышлять над этим, то на сегодняшний момент прогнозы по инфляции 14,8%. Это значит, что если вы берете кредит и покупаете что-то дешевле, чем инфляция, вернее, если вы берете кредит и покупаете что-то дешевле, и сам этот кредит стоит меньше, чем 14,8%, ну, получается, что как бы теоретически вы в выигрыше. И, ну, наверное, зачем уже там копить год или два на какую-нибудь штуку, которую тебе сегодня очень хочется, а потом ее купить еще дороже. Мне кажется, что разумно тогда ее купить сегодня. Также бывает, что одновременно несколько штук хочется, и наверняка есть желание объединить кредиты, и, насколько я понимаю, такое тоже возможно. Ну да, в основном бывает очень часто, когда интернет-магазины с лизинговыми компаниями устраивают или распродажу, или какие-то акции, люди покупают компьютер, технику разного вида, или там велосипед в кредит или в лизинг, и потом у них получается два или три или четыре даже раз, ну, кредитных платежа, поэтому они обращаются потом к нам, потому что они хотят объединить кредиты, и это можно удобно сделать у нас, вот мы этим ежедневно занимаемся. То есть человек вместо того, чтобы платить четыре раза, в четыре разных даты, платит один раз, и, скорее всего, меньше, потому что в основном тогда там ставка на ставка меньше, и срок немножко дольше. А чем вообще, вот какие еще возможности предоставляет Алтера ЛВ, за какими, вот по каким вопросам чаще всего к вам обращаются? В основном к нам обращаются по просто взять потребительский кредит с целью сделать себе ремонт, ремонт это всегда у нас номер один, номер один ремонт, обустраивание дома, мебели, электротехники, автомобили, велосипеды, то та же рефинансирование, о котором мы говорили, и теперь уже к нам тоже обращаются насчет страховки. То есть разного вида страховка у нас есть на сайте, и ее можно тоже купить. Но это что касается потребительских кредитов для частных лиц, но есть же еще юридические лица и финансирование бизнеса, наверняка есть предложение для них. Предприниматели обращаются же за кредитами. Для каких целей может быть использовано кредитование? В основном предприниматели обращаются к нам для того, чтобы просто увеличить оборотные средства, то есть они что-то покупают, что-то продают, и они хотят сделать в большем объеме, поэтому нужно больше денег, и они с такой целью обращаются. Или же они развивают свой бизнес, они открывают какой-то новый филиал, новый магазин, новое, ну так сказать, маленькое производство, где они, допустим, производят мебель, кухни. То есть им нужно купить станки или какие-нибудь опять-таки же штуки, чтобы они могли вести свой бизнес. То есть они обращаются к нам и получают финансирование. Также обращается очень часто молодой бизнес, новый бизнес, но ему нужно иногда понимать, что кредит можно получить, если ты уже хотя бы, ну, скорее всего, можно сказать, сдал хоть один финансовый отчет, то есть проработал год. Если ты не проработал год, то кредит можно взять только под залог, потому что банк еще не знает, пока что твои показатели. Ну, это такая, получается, опосредованная оценка экономической ситуации в стране и какая она? Появляются ли новые предприятия, обращаются ли они? Или, наоборот, подобных обращений стало меньше? На то же самое, на покупку недвижимости, на, не знаю, на увеличение объемов заказа, на обеспечение оборотных средств, то, что вы упомянули. Да, ну, видите, наш индикатор, конкретно это количество заявок и интереса людей, любого вида людей, или это физические персоны, это юридические лица, то спрос на любого вида кредита, ну, прям, ну, на весь, он растет. Также на страхование он растет, потому что мы со своей стороны видим, что рынок, он активный, и как рынок кредитов, так и остальной рынок, куда эти деньги тратятся. То есть на сегодняшний момент ничто нам не говорит, что товары или недвижимость могло бы быть дешевле. То есть на сегодняшний момент таких прогнозов нет, индикаторов на это нет. То есть мы видим только, только все вверх, поэтому люди покупаются сегодня. А это можно оценить как то, что у людей не хватает денег, и они вынуждены обращаться за заемными средствами, или это свидетельство действительно активности экономической и, в общем-то, работающей фразы, что деньги должны работать? Ну, это, наверное, оба, потому что разные люди и разные клиенты, и разное у них и финансовое положение, и образование. То есть, скорее всего, многие обращаются, ну, не то, что скорее всего, а так действительно есть, многие обращаются, потому что им нужно что-то купить, потому что у них нет накоплений, то есть они хотят купить, допустим, машину, они не накопили 10 тысяч на эту машину или 5 тысяч на машину, поэтому они обращаются за кредитом. И также те, кто накопили, у кого есть, у кого там свой маленький бизнес, или они куда-то вкладывают деньги, то они все-таки выбирают, чтобы свои деньги где-то работали, зарабатывали им деньги, и тогда они берут просто в банках, и на банковские деньги как бы живут, их тратят и платят в процент, потому что свои деньги в то же время зарабатывают больше. Вот вы упомянули страхование, вот насколько страховки сейчас в каких областях самые актуальные, популярные, что страхуют чаще всего? Предприятия страхуют здоровье довольно часто для своих работников, то есть мы видим то, что предприятия все больше и больше выбирают все-таки своих работников страховать, нежели не страховать. Скорее всего, они также и, ну, наверное, улучшают отношение к своим работникам в таком случае. Очень растет у нас простая страховка, которая обязательная страховка на машину, ее очень удобно у нас можно сравнить, и каска. То есть если раньше каска считался такой немножко эксклюзив, так сказать, то сейчас уже люди намного больше убирают каску, чем они делали это до. Ну что же, спасибо огромное. Я напомню, что с нами на прямой связи был соучредитель платформы сравнения финансов «Алтера ЛВ» Артур Костин. Большое спасибо за рекомендации, и главная рекомендация, которая прозвучала. Не надо опасаться брать кредит в текущей экономической ситуации. Наоборот, лучше что-то приобрести сейчас, сделать ремонт, во что-то вложиться, потому что потом это может стать дороже. Да, спасибо. Артур, большое спасибо, хорошего дня, всего доброго. Всего доброго. Ну и мы завершаем наше утро на Болткоме. Олег Виколе, Александр Шунин были вместе с вами. Всего доброго.